В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Почти 20 многолетних либ в Расторгове пострадали в результате незаконной вырубки. Виновник и обстоятельства этого акта вандализма устанавливаются. Все материалы находятся в настоящее время в Виндовской городской прокуратуре для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Профессионал своего дела, заведующая первым хирургическим отделением в РКБ Мария Елисеева, стала победительницей конкурса «Народный доктор-2020». Всегда нужно давать шанс человеку на сохранение конечности. Во дворце Арктика прошло первенство среди спортивных балетов на льду «Северная звезда». Лед – это очень много для меня значит, потому что выступления, победы тогда можно сказать, да, это приятно. Очередной акт вандализма на прошлой неделе был зафиксирован в Расторговской части Видного. На вокзальной улице возле конечной автобусной остановки неизвестные массово вырубили многолетние липы. Ущерб мог бы быть больше, если бы в процесс вовремя не вмешалась администрация Ленинского округа. Что сейчас происходит в сквере, попыталась выяснить Юлия Погасьян. Вокзальная улица, что в Расторговской части города Видное. Более 50 лет назад учениками шестой школы на этом месте был высажен сквер. Излюбленное место всех тех, кто хотя бы раз пользовался вблизи стоящей конечной автобусной остановкой или железнодорожной станцией. Сегодня на сквер страшно смотреть. И ухаживали, субботники здесь и были. В 2017 году здесь провели дорсервис, администрация, сделали обустройство этого парка. Все привели в порядок. А теперь что мы видим? Слезы на глаза наворачиваются. Факт спила был зафиксирован 19 января во время объезда местности начальником территориального отдела Расторгуева. Идти на контакт рабочие не хотели, но с предполагаемым собственником связаться все-таки удалось. Пообщавшись, я поняла, что действия происходят незаконные. И тут же позвонила нашим коллегам из администрации, сообщила о данном факте. Вызвала по службе 112 наряд полиции и проинформировала о всех мероприятиях нашего уважаемого депутата. Мои коллеги подъехали, перегородили выездки, перекрыли тем товарищам, которые стояли на автотранспортном средстве, возможность вскрыться с места преступления. Заблокировали. Тем самым остановили дальнейший процесс спила деревьев. Участок прямо напротив конечной остановки. Предполагаемый собственник спилил 17 здоровых деревьев. Местные жители в шоке. Многие из них в летнее время здесь прятались в тени деревьев от знойной жары. Я с тремя детьми езжу на автобусе. И нам часто приходится минут по 15, по 20 просто его ожидать. Где нам гулять? Мы всегда гуляем здесь. Вот всегда мои дети здесь. Это просто наше место, где мы ожидаем автобус. Не на остановке с тремя детьми, а здесь. И когда я увидела вот это все, я честно ужаснулась. Даже сейчас у меня слезы на глазах. Сегодня уже вовсю запущен процесс борьбы с незаконными действиями собственника участка. Помимо этого предстоит выяснить, на каких основаниях территория была передана частному лицу. Человек где-то раскопал эти бумажки, что у него есть какая-то собственность, пай колхоза Владимира Лича, который находится отсюда за много километров. Пришел в суд и сказал, вот у меня земля, но по тем или иным причинам мне ее не дают. Судья, она для того, чтобы восстанавливать справедливость, говорит, ну а что делать в таком случае? Ну, как же быть? Где же тебе дать-то? Есть где-нибудь? Да и вот где есть. А вот здесь. А это чье? Ничего. Ну ничего это? Ну ничего. Ну давай пусть будет твое. Вот по таким способам под дурачка получился вот здесь участок захватить вот этим людям. Между тем у местных жителей появляются подозрения, что все это затеял владелец рядом стоящего нестационарного торгового объекта. Застать на месте хозяина или управляющего мясным магазином нам не удалось, но продавцы соизволили предоставить телефон для связи. Луавита нашел продажу участка и купил участного лица. Я заключил договор с фирмой, кто занимается вырубкой деревьев. У нас есть договор, который вот фирма компетентно вырубит деревья. Участок в собственности и без обременения. По закону там, по-моему, 209 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Если там земельный участок находится в собственности и без обременения, там ничего такого нету, там можно вырубить. Члены общественной палаты муниципалитета уже направили в природоохранную прокуратуру Московской области заявление с просьбой разобраться, на основании чего собственник участка посягнул на липы. Прокурор пояснил, что по данному обращению будет проведена проверка и принято решение в соответствии с законодательством. В зависимости от суммы причиненного ущерба данные действия будут расследовать либо дознание, либо следствие. Свою проверку в отношении ситуации провела и администрация Ленинского городского округа. Они не имели права спиливать в сквере деревья, не имели права вообще заступать на земельный участок, несмотря на то, что у них оформлена документация землеустроительная. Но, тем не менее, сейчас администрация оспаривает данный факт по поводу права собственности на земельный участок в судебном порядке. И, кроме того, рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде. Все материалы находятся в настоящее время в Виндовской городской прокуратуре для принятия решения о возбуждении уголовного дела. На данный момент незаконный спил лип, остановленный, какое бы решение суд не вынес в отношении права собственности данного участка, лицу, который произвел уничтожение деревьев, придется компенсировать материальный ущерб, чтобы высадить новые зеленые насаждения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видно.ТВ. К ней на прием едут не только со всего Подмосковья, но и из других городов нашей большой страны. Едут те, кто в других медицинских учреждениях услышал страшные слова. Показана ампутация. Наш следующий материал о победительнице конкурса «Народный доктор-2020». Хирурги и заведующим первым хирургическим отделением ВРКБ Марии Елисеевой. Юрий Смирнов уже год каждую неделю ездит из Жуковского на прием к хирургу ВРКБ Марии Елисеевой. Говорит, только благодаря этому доктору он до сих пор жив и ходит на своих двоих. Год назад врачи из местной больницы вынесли ему страшный вердикт. Диабетическая стопа. Показана ампутация обеих ног. Знакомые посоветовали обратиться к специалисту Винновской районной клинической больницы Марии Елисеевой. Он решился и не прогадал. Я даже звоню, когда врачам иногда, тем, с которыми, ну вот, они, а что, тебе ноги еще не ампутировали или нет? У нас в стране очень мало специалистов, именно даже в стране, потому что, насколько я знаю, Марии Евгеньевне из Камчатки люди приезжали. Рассматривая фотографии годичной давности, кажется, что с Юрием Смирновым произошло настоящее чудо. Но Мария Елисеева уверяет, никакого чуда здесь нет. Просто у нее принцип – бороться за каждого пациента до победного. Все направлено на то, чтобы максимально, максимально сохранить опорную функцию конечности пациента и побороться за каждый миллиметр ткани. Чтобы он мог наступать, ходить, полноценно жить. Елена Аршинова из подмосковного Фрязина. Только в самом начале пути к выздоровлению. На прием к доктору они с дочкой Екатерины ездят всего две недели, но уже отмечают значительное улучшение здоровья. Узнали об этом сарафанном радио через подруг, друзей. Узнали телефон, позвонила. Мария Евгеньевна нам не отказала, она нас приняла. Она нам помогает. Обработала рану. То есть как бы и у мамы пошел процесс заживления. Мы очень довольны врачом. Человек от Бога, который выручает всех и в любое время дня и суток и ночи, и она постоянно на связи. То есть мы, если вот у меня пошла аллергия, так как бывает такое, дочка моя позвонила и сказала, она сразу сказала, что нужно, как нужно. Мария Елисеева еще в детстве решила, что станет врачом. После окончания Медицинского института Российского университета дружбы народов, двух лет ординатуры в Мониках и защиты к кандидатской диссертации по теме хирургическое лечение пациентов с синдромом диабетической стопы, пришла работать в РКБ. Она берется за самые сложные и, казалось бы, безвыходные случаи, тяжелые гнойные раны, трофические язвы, осложненные формы синдрома диабетической стопы. «Всегда нужно давать шанс человеку на сохранение конечности. Те пациенты, которыми мы занимаемся, это пациенты, которые мы уже показали во многих местах. Но мы выполняем резекции пяточной кости, остеонекроктомии и заживляем раны. Применяем вакуумные терапии, плазмораны». Сейчас в связи с пандемией Мария Елисеева ведет прием пациентов в развилковской амбулатории, а также два раза в неделю оперирует в красной зоне стационара в РКБ. Именно благодарные пациенты выдвинули ее кандидатуру на конкурс «Народный доктор», по итогам которого Мария Елисеева была признана лучшим взрослым врачом Московской области. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В связи с пандемией занятия в рамках проекта «Активное долголетие» были приостановлены. В настоящее время ограничения постепенно снимаются. Наша съемочная группа побывала в Центре социального обслуживания населения «Вера» и узнала, какие кружки и секции возобновили работу. Программа «Активное долголетие», направленная на поддержку здорового образа жизни, за время своего существования стала очень востребована у людей старшего поколения. Но в связи с пандемией мастер-классы и спортивные секции в рамках проекта были отменены. Сотрудниками Центра социального обслуживания населения «Вера» было принято решение перейти в режим онлайн и вести занятия удаленно. У нас в настоящее время есть расписание на нашем официальном сайте, где присутствует около семи активностей, которые наши получатели могут наблюдать через интернет. После постепенного снятия ограничений возобновили свою работу только спортивные кружки, которые проводятся на улице. Людмила Лозинская в Центре социального обслуживания работает 18 лет. В настоящий момент исполняет обязанности инструктора по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике. Первая группа – они те люди, которые давно занимаются и те люди, которые быстро ходят. То есть до 65 лет они двигаются прекрасно и они занимаются в первой группе с 10 часов до 11. Далее идет вторая группа. Там люди постарше. Также сейчас сформированы еще и третьи для новичков. В каждой не более 25 человек занятия проводятся при обязательном соблюдении социальной дистанции. Некоторым сотрудникам пришлось переквалифицироваться. Так медсестра по физиотерапии Вера Толмачева сейчас ведет творческие кружки. Рассказываю я, как что делается, как красится яйцо, как детали делаются, как все крепится. Для этого много материала надо, конечно. Нужен и клей, и краски, и клеевой пистолет, и для сушки фен. Вот такая работа. Для онлайн-занятий преподаватели заранее информируют, какие нужно подготовить материалы. Чаще всего самые доступные. Это макаронные изделия, крупа, нитки, бумага. Делаем тарелки декоративные, делаем вазочки всевозможные. Так что у нас объем такой работы разнообразный. Доски украшаем. Люди очень у нас довольны этой работой. Им очень нравится. Во-первых, это мелкая моторика. Для пожилых людей это самое главное. Творческие мастер-классы особенно популярны у посетителей Центра Вера. Но сейчас проводить их в помещении сотрудники, к сожалению, не могут. А в онлайн-формате проводить их достаточно сложно. Организатор культурных мероприятий Наталья Мачехина разработала целых три программы. Это будут ознакомительные видеоуроки. Не все люди знают, какие есть художественные материалы, как они действуют. И вообще знают, что есть гуашь, акварель, масляные краски. А что такое пастель, не все знают. Какую работу можно выполнить пастелью, тоже. То есть это я показываю. Буду объяснять элементарно, как можно распланировать при занятиях с углем, с ангиной. Тут же натюрморт или, допустим, пейзаж. Также Наталья будет вести лекции по здоровому питанию и кружок «Моя любимая дача». Где помимо советов по уходу за растениями, рекомендации по физической активности. Например, сколько тратит человек калории при работе на огороде. Уборка в саду, она сожигает 400 килокалорий. Стрижка газона 250-350 килокалорий. Онлайн-занятия и спортивные кружки на улице проводят пять сотрудников центра. Некоторые ведут сразу несколько направлений. Мы сталкиваемся с таким вопросом о наличии хоть какого-то оборудования у наших пенсионеров для того, чтобы можно было посмотреть экскурсию или принять участие в мастер-классе. И мы хотели бы попросить и родственников наших получателей услуг, чтобы они тоже оказывали поддержку. Я знаю, что многие бабушки у нас пользуются телефонами внуков для того, чтобы выйти на онлайн-конференцию. С февраля будут запущены дополнительные онлайн-занятия по четырем направлениям. Всю информацию можно найти на сайте учреждения. Также сотрудники центра «Вера» продолжают принимать заявления от желающих посещать спортивные секции по программе «Активное долголетие». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видном в Ледовом дворце Арктика прошло первенство среди спортивных балетов на льду на турнир. Под названием «Северная звезда» приехали коллективы из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Побывала здесь и наша съемочная группа. На первенстве среди спортивных балетов на льду наш муниципалитет представили воспитанники студии «Арт энд Айс». Чемпионы Европы и обладатели третьего места на мировых соревнованиях к турниру подошли в прекрасной форме. Всего в Ледовый дворец приехали более 250 человек. Это шесть команд из разных регионов страны. Участники соревновались в нескольких возрастных категориях. А мастерство их судей оценивали по двум программам – короткой и произвольной. Каждый год нам задается тема Международным комитетом конькобежцев, и мы должны выполнить их требования. Это определенные жесты, это определенные процессы, это определенная музыка. А произвольной программой – это свободный полет. Это каждый хореограф, руководитель может поставить на его любимую какую-то тему. Балет на льду появился относительно недавно, но быстро развивается и набирает популярность. Ведь это совокупность разных дисциплин – из элементов парного катания, спортивных танцев на льду и синхронного фигурного катания. И для победы нужны самые разнообразные качества. А еще – дружба. У нас очень дружный коллектив, в команде очень редко происходят какие-то недопонимания. То есть всегда стараемся все решать дружно. Лед – это очень много для меня значит, потому что выступления, победы тогда, можно сказать, да, это приятно. Тренируются спортсмены очень упорно по пять раз в неделю в расписании лед, общая физподготовка, хореография. На первенстве команды продемонстрировали высокий уровень мастерства. Соперники все сильные, все красиво откатали. Ну, это будет сложно победить. По результатам соревнований видновчане стали лучшими сразу в двух возрастных категориях – начинающие и смешанное. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова